Братан, братан, иди сюда, иди сюда. Здорово, здорово. Меня эта Нойка вообще бесит в последнее время. Она на серб бесит, я тебе говорю. Она вообще в моде не шает, вообще. Она дело напялила, это платня на серб. Да, 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 это платня. Да, мы ее вообще. Слушай, это ты ее магнитом отъел. Короче, ее нету. Начинаем без нее. Это, короче, программа «Новая я». Кто сказал? Начинаем. Начинаем. Диана. 30 лет. Скромная, спокойная, нетребовательная. В том числе и к себе. Диана – настоящий альтруист. Посвящая все время и силы близким, она экономит их на себе. Но первый шаг к себе сделан. Письмо в проект отправлено и принято нашим модным судом к рассмотрению. Назад дороги точно не будет. Первый раз Диана отправила нам заявку с просьбой об участии в проекте полтора года назад. Потом еще раз и еще. Игнорировать такую настойчивость было сложно. Тем более, что сам случай девушки хоть и типичный, но требующий вмешательства извне. Часто бывает, что по внешнему виду не сразу и поймешь, что происходит там, внутри. А внутри у Дианы сплошно недовольство собой и куча комплексов, которые, судя по письмам девушки, сами собой не проходят. Иногда нужно услышать мнение профессионала. Так бывает со здоровьем, с имуществом и с красотой. Диана готова? Мы начинаем. Пацаны, а как вы еще держитеся в форме? Что ты знаешь, я вот беру барсетку и качаюсь. Барсетка. А ты? А мой секрет – это частый присед. Прикиньте, нашу героиню в зал записали тренажерный. Да, ну! Хотите посмотреть? Че, серьезно? Опа, опа! Здравствуйте! Меня зовут Олег. Сегодня мы с героиней Дианой будем заниматься функциональным тренингом. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня у нас на тренировке была Диана. Занимались мы функциональным тренингом. Функциональный тренинг – это разновидность силовой тренировки, которая способствует развитию силы, выдохливости, гибкости, координации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В функциональном тренинге можно заниматься как с отягощением, то есть с различным оборудованием, так и с собственным весом. Так, с мидболом, с бодибаром, с блинами. Как мы сегодня, в общем, тренировались? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для ее комплекции я посоветовал бы Диане заниматься три раза в неделю. Это будет достаточно, прорабатывать так все группы мышц, как мы сегодня работали, вниз, вверх, комбинировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Деликатная проблема удаления нежелательных волос на теле волнует всех девушек без исключения. Существует множество способов эпиляции, но наиболее долговечный результат обеспечит процедура лазерной эпиляции. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Суть этого метода заключается в том, чтобы селективно воздействовать потоком света на меланин. Происходит разрушение меланина в волосе, а также в луковице волосяного фолликула, без повреждения кожи и окружающих тканей. Перед самой процедурой необходимо соблюсти ряд важных правил. В первую очередь, перед тем, как отправиться на лазерную эпиляцию, нельзя загорать. В противном случае на коже могут появиться пигментные пятна. Во-вторых, за несколько дней до процедуры необходимо прекратить использование препаратов, раздражающих кожу. Кроме того, нельзя удалять волосы воском или эпилятором, а также проводить химический пилинг той зоны, на которую будет воздействовать лазер. Непосредственно перед прохождением процедуры лазерной эпиляции нужно тщательно побрить зону, на которой будет проводиться процедура. И после этого уже не наносить на кожу лосьоны или бальзамы. На сегодняшний день существует огромное количество лазеров для проведения подобной процедуры. Безусловным лидером на сегодняшний день является аппарат LightShare Duet от компании Luminis, который представлен в нашей клинике. Преимущество данного аппарата заключается в том, что благодаря вакуумной насадке мы можем проводить процедуру безболезненнее и быстрее. Полностью избавиться от нежелательных волос, пройдя всего одну процедуру эпиляции, невозможно. Для долговременного результата необходимо пройти целый курс. Всё дело в том, что лазер, как и фотоимпульс, воздействует только на те волосы, которые находятся в фазе активного роста. Оптимальная периодичность процедур – 6-8 недель. Полностью избавиться от нежелательных волос можно, пройдя 7-8 процедур. Курс именно такой длительности позволит застать все волосы в стадии роста. Продолжение следует... Мезотерапия студенческой. Опа-опа. Сейчас посмотрим. Добрый день! Я очень рада вас видеть в нашей клинике. И сегодня у нас будет очень интересная процедура, которую, сразу предупреждаю, их нужно сделать несколько. Но сегодня самое важное первое, чтобы вы осознали, что это ничего страшного, что это очень практически приятная процедура, если не сказать. Ну, будут, может быть, отдельные точечки, более чувствительные. Некоторые практически вы ничего не будете чувствовать. Что происходит? Происходит введение определенных веществ, которые стимулируют рост волос практически по всей поверхности кожи. Суть процедуры в том, чтобы по возможности донести эти питательные полезные вещества практически к каждой луковице. То есть уколов будет очень много, но это будут микро-микродозы. Но достаточные для того, чтобы подпитать, улучшить состояние большего количества волосяных луковиц. К сожалению, почему это достаточно долгоиграющие процедуры? То есть сегодня, через неделю, еще через неделю. И так, как минимум 6-8 процедур – это в лучшем случае. В более проблематичных случаях мы рекомендуем и 10-12 и выше процедур. Почему процедура делается раз в неделю? Потому что мы вводим эти вещества исключительно там, где почти-почти нет сосудов. И депонируем его. Что означает, что в течение недели это вещество потихонечку-потихонечку питает саму луковицу. Нужно осознавать, что это процедура, которая, да, улучшает состояние волос, улучшает питание, кровоснабжение волос. Но она не может изменить какие-то внутренние факторы, которые привели к тому, что волосы выпадают, что они стали реже, что, может быть, где-то генетически они более тонкие, более… То есть говорить о том, что за счет этой процедуры из любых волос, там, если мы сделаем большее количество процедур, то мы получим прямо копную волос, к сожалению, нет. То есть нужно ставить такие реалистичные задачи, что мы укрепим, мы улучшим, будет более выраженная густота, но говорить о том, что это будет хвост, который вы не сможете собрать, к сожалению, нет. Итак, весна – очень замечательный период времени, когда природа расцветает, когда все хочется выглядеть замечательно, но существует определенная проблема, которая обостряется весной – это выпадение волос. Практически, ну, каждый человек в той или иной мере сталкивается с тем, что на расческе весной остается больше волос, чем обычно. Можно считать, что это практически нормально, если волос не больше, чем 40 каждый день. Понятно, что вы не будете их считать, но примерно прикинуть, насколько их становится больше, достаточно легко. Нужно разграничивать просто весеннее выпадение волос и усиленное выпадение волос или прорежение волос, что уже приводит к галопеции, когда это является одним из симптомов заболевания. Возможно, это просто какое-то наследственное, достаточно редкие волоски, и, может быть, иногда не редкие, а просто очень тонкие. Иногда путают эти понятия, когда волос по количеству достаточно или нормальные, но они просто более тонкие и безжизненные. Как правило, у блондинок они действительно совсем тонкие, хотя по количеству их нормальное число. Метод мезотерапии будет эффективен в том случае, если это просто какое-то временное выпадение волос, может быть, сезонное выпадение волос, в этом случае вам будет достаточно буквально 3-4 процедуры. Я надеюсь, что в данном случае с Дианой это именно та ситуация, когда мы сделаем буквально несколько процедур и волосы дадим, скажем так, толчок к росту волос. Хотя похоже на то, что в области висков у неё есть выпадение немножко уже более выраженное, чем хотелось бы. Я предложу нашей героине дообследоваться, потому что очень важно, прежде чем приступать к нашим процедурам, всё-таки отдифференцировать, нет ли у женщины, у девушки каких-то эндокринных, может быть, очень тонких, функциональных, но всё-таки отклонений, которые легко корригируются при помощи доктора-эндокринолога. Сегодня к нам пришла героиня Диана. Диана сказала, что у неё уже был опыт татуажа. Года два назад она делала татуаж, год назад она делала микроблейдинг. Наша задача – исправить то, что было сделано до нас, и исправлять мы будем хной. Биотатуаж бровей хной родом из Северной Африки. Главная отличительная особенность такого способа окрашивания бровей в том, что он является натуральным и совершенно безопасным для здоровья. Для него используется специальная хна, при этом существует множество разных её оттенков. Это позволяет подбирать их в соответствии с особенностями вашей внешности. Окрашивание хной на данный момент очень популярно. Но не стоит забывать, что злоупотреблять хной тоже не стоит. Многие считают, что хной можно окрашивать брови чуть ли не каждую неделю или каждые 2-3 дня. На самом деле, хна ложится на кожу, составляя микроожог. Поэтому хну мы используем не чаще, чем раз в 3 недели. Биотатуаж производится не на внутренних слоях эпидермиса, а на поверхности кожи, что обеспечивает простоту и безболезненность процедуры, которую испытала на себе наша героиня Влэш Бутик. Если девушка до данной процедуры окрашивала брови краской, то хна может лечь неровно. Так как краска входит в чешуйки волосков, покрывает точечно волоски, а хна обволакивает волос. Поэтому важно, прежде чем браться за работу, уточнить, что было сделано с бровями донтовой. Хна – очень удобный материал, так как при помощи её можно добиться желаемого результата. Диана, привет! По дороге к новой себе ты прошла уже большой путь. Осталось сделать последний шаг. По правилам нашей передачи до конца преображения ты себя в зеркале не увидишь. Ты готова? Да. Разворачиваем. Контуринг – это самый модный тренд. Все началось с контурингов макияжа, при помощи которого можно корректировать форму лица при помощи игры «Света и тени». Сегодня этот тренд дошел и до парикмахерского искусства. Контуринг в окрашивании волос позволяет достичь гармонии между лицом и прической, при помощи которого можно создать эффект коррекции форм лица. Золотые правила контуринга. Светлый тон позволяет достичь эффект объема, темный тон позволяет достичь эффект уменьшения объема. Используя эти правила, мы всегда можем достичь индивидуального, очень красивого эффекта при окрашивании волос. Продолжение следует... У Дианы недостаточно густой волос. Бороться с этим можно не только мезотерапией, процедуру которую мы уже выполнили, но и путем правильно подобранной стрижки. Помимо стрижки дополнительного объема можно также добиться и цвета. А каким будет результат, вы увидите очень скоро. Продолжение следует... У Дианы два года назад был татуаж Вик. Она решила не делать в дальнейшем коррекцию, а оставить, чтобы он сам сошел. Моей задачей было скрыть неудачные стрелки и подобрать такой макияж, который бы подходил ее разрезу глаз. У Дианы форма глаз схожа с азиатской. Чтобы подчеркнуть ее красивый взгляд, мы будем делать смокиаж. Этот тип макияжа всегда будет актуальным, и его несложно самой дома повторить. Субтитры подогнал «Симон» В конце марта уже в одиннадцатый по счету раз прошли Молдова Fashion Days. На этот раз сам показ занял два дня, во время которых публика успела оценить 40 коллекций как уже широко известных молдавских дизайнеров, так и совсем молодых. В числе самых-самых был и давно полюбившийся нашему проекту бренд «Джулия Алерт». Классические монохромные сочетания, абстрактные принты, оверсайз и многослойность. Но главный акцент в этом сезоне был сделан все-таки на аксессуары из популярной сейчас эко-кожи и сумки-шопера. Сегодня мы рады представить вам коллекцию весна-лета 2017 года. Все в нашем стиле. Рады будем вам представить новые тани, новый бренд, новые детали. Надеюсь, мы вас удивим и вы рады. Начало года для нашей компании было очень насыщенное. Год мы начали с того, что поехали на Harbin Fashion Week. Затем мы были в Чехии, в Москве и в Казахстане на выставках. И сейчас мы рады вам представить наш бренд на Молдова Fashion Week. «Джулия Алерт» – амбициозный молдавский бренд с 10-летней историей, успевший полюбиться не только в пределах Молдовы, но и в Казахстане, Латвии, России, Эстонии, Чехии и Словакии. Ежегодные сезонные капсульные коллекции не дают любительнице марки заскучать, а бренду стоять на месте. Все, что сегодня будет представлено, можно будет также найти в нашем шоуруме, который находится по адресу имени Ску 39. Свою работу мы уже выполнили, и сейчас мы готовы посмотреть на реакцию Дианы. Диана, в этом моменте наша программа должна звучать барабанная дробь, потому что все мы напряжены в предвкушении вашей реакции, вы наверняка тоже волнуетесь. Готовы увидеться с собой новой? Готовы. А посмелее? Конечно. На сколько процентов? На 200. Ну, тогда Леся поворачиваем. И открываем. Та-дам! Сейчас скажет Диана, сильно ничего не изменилось? Поменялось. Почему Диана волос поменялась? Как я и думала. Мне нравится. Прикольно. Что-то новое. Светлые пряди у лица. Да. У вас... Я думаю, что это все-таки умает свет. У вас очень аккуратненько личико, поэтому можно было позволить себе его чуть-чуть расширять, добавлять объемы волосам, лицу, пропорциям. Как вам? Нравится. Макияж? Я такой яркий не делаю, но нравится. Попробую уже. Кстати, зря, потому что для ваших глаз как раз показаны смоки. Смоки айс, да. Для моих китайских показаны смоки айс. Китайские красивые. Всем спасибо, я очень рада. Спасибо стилистам за хорошую работу. Я довольна. Спасибо за старание. При окрашивании волос Дианы я сначала нанесла основной цвет волос, который отличается от ее натуральных волос на несколько тонов. А затем я нанесла светлые оттенки, ориентируясь на форму лица и текстуру волос. Чтобы добиться оптимального результата, отдавайте предпочтение профессионалу в салоне красоты. Только он сможет правильно подобрать технику расположения прядей и тон, который выгодно подчеркнет тон вашей кожи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несмотря на новый тренд чистой кожи, все-таки мы не можем навсегда отказаться от контуринга. Контуринг – это подчеркивание черт лица при помощи тени и света. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Контурирование лица дает реальную возможность изменить черты лица. Повальную моду на скульптурирование вела Ким Кардашьян, идеальный мейкап которой уже давно стал настоящим бьюти-трендом. Рассказываем о том, как самостоятельно создать правильный контуринг с условием естественности, которое сейчас в мейкап-трендах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь можно приступать непосредственно к контурированию. Наберите на кисть небольшое количество темного оттенка и приступите к коррекции. Двигайтесь от основания уха легкими круговыми движениями, словно проводите невидимые овалы, параллельно нижней челюсти, немного не доводя линию до уголка губ. Этот же оттенок растушуйте на шею, нижние скулы, подбородок, зону роста волос и стенки носа. Границы должны смотреться максимально естественно. С помощью светлого оттенка подчеркните выступающие части лица, верхнюю линию скул, спинку носа и подбородок для придания им объема. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА При помощи контуринга мы можем скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Учитывая, что естественность в этом году в моде, Диана сама по себе очень красивая, и мы просто подчеркнули ее черты лица. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У Дианы был достаточно длинный волос, но, к сожалению, он уже был безжизненный, поэтому мы решили эту длину укоротить, и стрижку мы сделали достаточно модной в этом сезоне. Длина будет по плечи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слои позволили нам добиться легкости и движения волос, а плотный срез – густоты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что касается укладки, я ее сделал небрежной и по-весеннему задорной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда мы встретились в первый раз с Дианой, она рассказала о том, что ее молодой человек очень любит дарить ей спортивные вещи. Они были очень удивлены, но с другой стороны, чего мы удивляемся, мужчины любят, чтобы мы были в кроссовках, в спортивных штанах, но при этом хотят, чтобы мы все время выглядели прекрасно. На помощь приходит стиль спортшик, который совмещает эти две мысли, казалось бы, несовместимые в одном. И для начала, перед тем, как мы разберем все образы, предлагают эту информацию для всех телезрителей доступно о том, что такое спортшик. Бурный роман спорта с модой, развивающийся за последние пять лет, уже обзавелся собственным термином в англоязычном мире. Слово «эс лейзер» пока не получило порядочного аналога в других языках, но что имеется в виду, понятно с ходу. Сочетание спорта, эслетикс и досуга «лейзер», то есть одежда в спортивном духе, которую уместно носить куда угодно. Сюда относятся модные в этом сезоне тренировочные костюмы с подиумов, худи с вышивкой, люксовые кроссовки, платья пола. Все дело в крое, комфортном, не стесняющем движении, но отнюдь не мешковатом. Яркие блоки цвета в сочетании с белым только добавляют одежде в стиле спортшик сходство с униформой атлета в какой-нибудь олимпийской сборной. Конечно, никто не заподозрит, что в этой одежде вы собрались в спортзал, но добавить образу в стиле спортшик люкса не помешает. И сделать это можно с помощью самых горячих аксессуаров сезона, например, ярких колье, очков и клипсов. На самом деле спортивный стиль может выглядеть очень элегантно, если правильно подобрать детали гардероба. Например, для первого образа такой элегантной деталью стал жакет из мягкого, практичного трикотажа в полоску. Полоска – это один из главных принтов спортивного стиля. В таком строгом геометричном крое он действительно смотрится очень достойно, очень сдержанно. Тем не менее, он низковый движением, он очень удобный. Вторым элементом этого образа стала майка-алкоголичка, которая также является практически базовой в спортивном стиле. Чтобы придать образу актуальности, я добавила одну из самых главных тенденций этого сезона – это джинсы с отворотами. С ними нужно быть очень осторожными, потому что такие джинсы, как правило, укорачивают ноги. Однако, несмотря на невысокий рост нашей героини, у нее достаточно стройная фигурка и идеальные пропорции практически. Поэтому в сочетании с кроссовками на толстой подошве она в этих джинсах выглядит очень гармонично, и они совершенно не укорачивают ей ноги. То есть все получается очень сбалансировано. Кроссовки, кстати, из ее гардероба. Мне они очень понравились. Может быть, это даже подарок ее возлюбленного, не знаю. Но все вместе очень гармонично сочетается. В качестве яркого акцента я добавила красный ремень. А если взять на плечо, допустим, удобный рюкзачок, можно отправиться в таком образе куда-нибудь в дальнее интересное путешествие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй образ – на первый взгляд тренировочные шорты. Опять же, в классическом сочетании, свойственном для спортивного стиля. Это черно-белые. И выполнены они, в принципе, как обычные тренировочные шорты. Однако они сделаны из искусственного шелка. Поэтому я называю такие шорты городскими. В сочетании с футболкой, с актуальным принтом, который относит нас к 90-м годам, и с элегантным, опять же, пиджаком темно-синего цвета, с очень оригинальной окантовкой цвета хаки. Придает образу, опять же, элегантности и некоторого озорства за счет коротких шорт. Герине на примерке призналась мне, что она не носит короткие юбки и шорты, потому что у нее очень худые ноги. И как раз я сказала, что как раз в этом ее преимущество. И нужно, когда у тебя такие красивые и стройные ножки, их нужно демонстрировать. Естественно, ни один гардероб в стиле спортшик не мыслим без спортивной одежды. Поэтому белые кеды – это, опять же, база гардероба в спортивном стиле. Необходимого блеска и шика образу добавляет сумка простой геометричной формы. Почему-то, когда женщина слышит спортивный стиль, сразу в воображении всплывают все те же шорты, джинсы, спортивные штаны, брюки и так далее. Однако в гардеробе в стиле спортшик есть место и платье. Основное отличие платья в спортивном стиле – это простой геометричный крой, это яркая расцветка, цвета простые. Синий, желтый, красный, зеленый, белый, черный, серый, может быть, серебристый, золотистый, опять же. И удобные эластичные ткани. То есть это может быть платье из трикотажа, либо оно может быть выполнено из смесовых волокон. Но основной его критерий – это то, чтобы оно позволяло коже дышать и не сковывало движения. В нашем случае это сочетание желтого и синего в простом геометричном принте, в простом крое и в этой вот смесовой как раз ткани. Вот этот комплект обыграла в комплекте с тушеным на высоком каблуке? Да. Еще одна деталь гардероба, которая по сложившемуся стереотипу не вписывается в спортивный стиль – это обувь на каблуках. Однако и здесь есть исключение. Если это обувь на устойчивом каблуке, если колодка удобная, если эти туфли выполнены в цветовой гамме спортивного стиля. Если соблюдены все эти моменты, эти туфли прекрасно вписываются в спортивный стиль. Отдельного внимания во всех трех образах заслуживают аксессуары, которые тоже мы ломаем в стереотип. Они уместны в стиле спортшик и прибавляют некую изюмингу. Но есть тоже какие-то критерии и отличительные черты, когда мы можем, когда уместно используются аксессуары те или иные в таких образах. Любая вещь, она классифицируется по цвету, по форме и по фактуре. Если говорить о форме, то это должны быть простые геометрические формы. Если говорить о цвете, это, опять же, простая цветовая гамма, которую я упомянула выше. Фактура, как правило, это чаще всего пластик, это может быть каучук, это может быть трикотаж, как в первом образе, кстати, колье очень оригинальное, из обычных трикотажных шнурков. В последнем образе это простой геометричной формы сумка, опять же, выполненная в расцветках спортивного стиля. Наша программа создана для того, чтобы подчеркивать природную красоту всех женщин, которые к нам приходят, и доносить до них мысли, что они прекрасны по своей природе, нужно лишь усметь подчеркнуть те или иные изюминки в них. И поэтому я еще раз хочу завершить наше с тобой интервью, подчеркивая на то, что Диана прекрасно выглядит, у нее отличная фигура, не нужно комплексовать по поводу своих тоненьких ножек или каких-то маленького роста, наоборот, он очень гармонично смотрится. И это такой, знаешь, очень чистый белый хвост бумаги, мы могли из них делать что угодно, потому что обычно к таким фигурам можно примерять разные образы. Но из-за того, что это было продиктовано любовью молодого человека к спортивному стилю, мы пошли по этому пути, который и моден в этом сезоне. К сожалению, навстречу пришел у нее молодой человек, а сестра, но тем не менее оценку образа мы сейчас увидим. Решила принять участие в данном проекте, потому что давно хотела поменять что-то в своем луке и, наверное, сама бы не решилась на кардинальные изменения. Волновалась, потому что не знала, какой получится финальный образ, и переживала то, что привыкла к своим длинным волосам и то, что голодок будет отличаться от финального результата. Но мои ожидания полностью оправдались. Я довольна, чувствую себя в новом образе очень комфортно и довольна работой всей команды. Очень хорошие люди, профессионалы своего дела и сделали то, что я ожидала. Хочу отметить для тех, кто собирается подать анкету на участие, чтобы подавали, потому что все изменения наступят, если вас возьмут в проект. И нужно не бояться меняться, тем более весна. Все должны выглядеть хорошо, красиво. Вау! Ты такая красивая! Вот цвет. И волосы, и цвет волос. Нравится? Очень. Обычно? Да, очень красиво. Поздравляю! Спасибо. Спасибо. Остановите, остановите, Витя, Витя, надо выйти. 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 В Турции или в Египте, Витя, надо выйти. по дороге к новой себе вы уже прошли мне куда смотреть нет на меня будешь смотреть на я просто репетирую руки куда девать тенденции тенденции на сейчас намешаю вам тенденции ты можешь вот сесть на корточки с этой стороны поставь руку на полку для нас здравствуй видишь видишь там есть красная кнопочка видишь не на меня веселил на протяжении всего периода он просто на полставки клоуном тут разминается правда было легко там сидеть в кресле конечно помогаешь опа-опа-опа смотри какая моей задача была скрыть неудавшиеся стрелки но и кого было бы на уже тут наорала бы подожди сейчас придет он новикова пришла шухер а это сняли или нет а можно больше не буду говорить